Всем привет! Меня зовут Роман Жарков. Скоро уже Новый год. И, конечно, своевременно, думаю, поговорить о теме трезвости, об алкоголе и о сухом законе, сторонником которого я являюсь. Но если, знаете, не объяснять никак свою позицию, часто это вызывает встречный такой, ну как, не возмущение, а может быть, или вопрос. Если не контраргумент, что да к чему это все? Это все запреты до добра не доведут. Запретный плод сладок. Не так нужно решать эти наши социальные проблемы. Нужно и начинаются там опыты с крысами. Вот действительно, когда крысам создать хорошую инфраструктуру, где им хорошо, весело и радостно, и они социализируются и сами не подбегают к тарелочкам с геронином. А когда им грустно, когда все обычно, они заперты, вот, они подсаживаются и уже никогда не слезают. Например. Ну, все-таки человек не крыса, согласитесь. Но у меня на это вот несколько что ли иной взгляд очень простой. Вот эту одну единственную мысль я сегодня и хочу донести. Почему, на мой взгляд, и, разумеется, не нужно пить, и сухой закон, что, да, следует вводить, но не обязательно это делать законодательно. Можно начать, это идеальный случай, когда установи сухой закон в себе. Прими, прими сухой закон в себе. И все. Ну, это же, понятное дело, утопия. Но как раз говорить, я считаю, об этом нужно. Пропагандировать трезвость нужно. И поэтому давайте, вот я, чтобы как-то обрисовать свою позицию, сначала, ну, словно бы определение. Что такое вот алкоголь, в моем понимании? Это, конечно, несправедливое, как неправильное разделение, на мой взгляд, что это две разных категории. Вот есть алкоголь, а есть наркотики. Это одна категория, это все наркотики. Алкоголь – это наркотик. Это анол, это жесточайший депрессант. Поэтому тоже, кто любит выпивать и как-то, может быть, этим гордиться, мне тоже кажется, иногда можно с юмором этим людям напоминать, что, ладно, некоторые на антидепрессантах сидят. Кому-то это, может быть, действительно необходимо и нужно, и помогает по назначению врача, да? А кто-то об этом уже, ну, такое, знаете, веяние времени, что ли. Может, и мне посидеть на антидепрессантах или еще что-то. Но это ладно. Но это антидепрессанты. Ты не хочешь в депрессухе быть. Поэтому ты ищешь анти. А это анол – это депрессант, угнетающий центральную нервную систему. Это просто жесть. Это просто определение вот этанола, его действия для нашего организма. Это депрессант. Поэтому, разумеется, это наркотик. Часто людям такое понятие не близко, потому что наркотики у них ассоциируются с чем-то, что вызывает очень сильную физическую зависимость. То есть это наркотики, как этого, опиатного ряда, или как правильно сказать. Опиум производный его. А такие, а есть, ну, различные виды, да? И еще сейчас мода прям дикая, любят психоделики совсем отделить в отдельную категорию. Так они вот не вызывают физического привыкания. Но понимаете, тут уже множество исследований, это все бабушка надвое сказала, вот, смотря с какой стороны посмотреть. Да, допустим, физической нет привязанности, но есть психологической. Но найдутся люди, которые будут утверждать, да у меня нет психологической. Ну как, ты же испытал определенное состояние. Ты, например, увидел, что ты един со вселенной, испытал такие чувства. И да, может быть, тебе словно бы этого хватило, но это уже другое дело, что ты привязался к этому психическому состоянию. Да, это уже такая психонаркомания. Начинается грань психонаркомании, не грань, а сфера. И с этой сферой, конечно, традиционно на протяжении тысячи лет работали только духовные традиции, ну, мировые религии. Православие это прелесть называется, ну и так далее. Но это уже выходит за рамки сегодняшнего нашего видео. Вот вернемся к моему взгляду на алкоголь. Получается у нас что? Что наркотиками я, вот как я бы сам назвал, да, это все, что изменяет наше состояние сознания. Ну и причем все-таки значительно. Потому что можно начать, знаете, есть люди, которые, они или верят в это, или так правда считают, или, может быть, это действительно к ним так относятся. В том числе и религиозные люди, ну, из серии каких-нибудь вот секты кришнаитов и так далее. Да, по ведической этой теме, которые уже прямо там и чай, и кофе у них они избегают. Я могу понять, что это какие-то, если там процессы брожения или еще что-то вызывает, ну, какая-то как некая нечистота в организме словно, да, так же как там труп животного или что-нибудь такое, если такое отношение. Но иногда я встречал, что сравнивался прямо как с наркотиками. Ну, мне это странно, я не представляю, какое нужно иметь сознание, чтобы вот на него подействовал чай или кофе. Наверное, такие и есть люди. Ну, не знаю. Для меня как-то это очевидно, что водочка и даже пивас классический, ну, это совсем не то же самое, что чай или кофе. Я не понимаю, зачем это сравнивать. Для меня это вот, вот для меня это перебор, да. Может, кого-то действительно с чая уносит, так. Я слышал такие, с Гааба, да, какой-то там, что уносит людей. Не знаю. Ну, я попробовал Гаабу, что-то заварил, слабенько там, ну, пару ложек накинул, выпил, ничековый результат. Ну, я и кофе тоже самое, я пью только из удовольствия, из-за аромата. Мне как-то никогда не было такого, что я раскиший, чтобы подбодриться, да, кофе мне поможет. У меня как-то всегда и сном не мешает, не это. Но из-за аромата, из-за вкуса, в принципе, да, люблю. То есть, ну, поэтому, ну, я, у меня нет нужды вот как-то или фанатичным быть, или определяться, да. Я не ученый, я просто гражданин. Это просто вот моя гражданская позиция, которую я вот как-то среди, что ли, своих друзей, да, можно сказать, ну, исповедую. Вот, каких я взглядов на это придерживаюсь, как мне хочется, вот, чтобы каким был наш мир, ну, и так далее. Ну, это просто мысли вслух. Мне кажется, об этом важно говорить и нужно говорить. Ну, мы можем сказать, что, ну, сильно, значительно сильно изменяется состояние сознания в отношении от привычного. Потому что так можно далеко зайти и сказать, ну, а влюбленность, а поцелуй, там, а секс, тоже изменяется состояние сознания, да. Но это все равно другое. Хотя тоже человек словно пьяный, да, иногда сильно пьяный. И особенно, если у него ответственная работа, это пилот самолета, может, я бы предпочел, может, чтобы он и не был сильно влюблен. А то будет там думать о каких-нибудь смс-очках, еще что-нибудь. Лучше он пусть будет сосредоточен на своей работе, на своей задаче, от которой зависит безопасность других людей и так далее. И все. И тогда понятно, что, ну, можно доказывать, что, ну, это все равно хорошо, да. Что изменять сознание — это иногда хорошо. Я так не считаю. Я считаю, что это, во-первых, ослабляет волю, потому что это не ты изменяешь свое состояние сознания, а это вещество изменяет свое состояние сознания. Или же есть примыкающие техники, например, дыханием таким, как Станислав Гроф, ну, холотропное дыхание. Сейчас популяризирует его этот джаги, грустный гуру, садгуру. То есть дыханием можно упарываться. Ну, то, что средневековые йоги надхи делали. Дыхание. Ну, и еще некоторые всякие физиологические упражнения, которые тоже тебе изменяют состояние сознания. В принципе, так же, как и ЛСД практически. Поэтому, когда запретили ЛСД, Станислав Гроф перешел на дыхание. Что это такое, вы можете поинтересоваться. Особенно в конце 90-х и начале нулевых уже было много научных исследований, которые, ну, показали, доказали, что, ну, вы что, ребята, это все гипоксия, это нервные клетки мозга уже отмирают. Вот поэтому тебе и в кайф. А тебе это надо? Людей, конечно, понятно, что не остановишь, и этот плод совсем не запретен, и все равно туда прут, как коровы, за яблоком. Знаете, когда она изгородь, и за изгородью ломает только по мане яблоком. Поэтому вот вкратце мое отношение. Что такое вот наркотики, все эти вещества, они изменяют не по твоей воле, это они с тобой делают, ты им отдаешься. Во власть, в их распоряжение, свое тело, свою, не знаю, как там, душу, свою психику. И второе побочное явление уже, что в некоторых таких состояниях сознания, да, человек становится, он просто как зомби, невменяемый. И алкоголь неспроста часто сравнивают по тяжести, вот в группе наркотиков, вон там же, где и героин. По степени разрушительности на психику и так далее. Понятно, что дело, что они разные, но это дело серьезное. И дело в том, что если брать вот такую категорию людей, которые отстаивают, в основном они группу наркотических средств, известных как психоделики, отстаивают, что они помогают, там очистить сознание, принять себя. Третье, четвертое, десятое, используют психотерапию, вот как это делал Станислав Гроф, еще какие-то варианты. Но, понимаете, пусть у этой субкультуры относительно такой, ну, по времени сколько, Станислав Гроф я не помню, когда он начал работать, но все равно уже 50 лет минимум вот такой современной этой субкультуре психонавтов. И никого она нам не подарила. Вот как какого-то, не знаю, светоча или выдающегося человека. Он, знаете, там есть в них среде, ну, выдающийся среди своих, ну, как Тимоти Лири и так далее. Ну, как кончил Тимоти Лири, да. В принципе, фильм Страханина в Лас-Вегасе, он же об этом, что как много людей, вот этих молодежи, поверили Тимоти Лири, Тимоти Лири, вот ЛСД наш, новый бог, можно сказать, да, ЛСД 25. И как они закончили. Разумеется, так бесполезно бороться с наркотиками, потому что любой фильм о наркотиках, против наркотиках, он только возбуждает эту тему, только пробуждает интерес. Поэтому его посыл, я считаю, совершенно не ясен. Кому там в конце эти там титры нужны, где зачитывается, что вот куда наше поколение привел, да, такой товарищ, как Тимоти Лири, и же с ним, это все не работает. Всем нравятся вот эти приколы глядеть, вот молодежи, подростками, я думаю, и нариком старым тоже, как бальзам на рану, вспомнить свои какие-то ощущения, может быть, лишний раз соблазниться и так далее. Потому что уже как следующее, это серьезная проблема, она уже в 19 веке проклюнулась, что вот есть такая, всегда есть как группа людей среди нас, в человечестве, которые вот это будут пропагандировать. И будут удивительные доводы, что все религии из психоделиков вышли, и что это расширение сознания, и все, ну и все, что там хочешь. И это духовные переживания мистические, хотя если посмотреть на эти якобы духовно-мистические переживания и вот взять какие-то традиционные мировые религии, ну это вот будет то, что в православии это прелесть называется, как там в буддизме, в исламе это называется, не знаю, какими терминами, но это психические эти утопания, в восторгах, это все абсолютно не связано с какой-то, если уж человек верит, например, он верующий, не важно, для моего видео не важно, атеист человек или верующий, но именно психонавты, они часто склонны, такие мистические, часто настроенные люди, и будут отстаивать такую позицию, что это некий духовный рост. Но духовный рост всегда выражается в каких-то элементарных вещах, ответственность, пунктуальность, спокойствие, ничего такого, в качествах, в честности, в правдивости, в трудолюбии, ну все вот эти качества, в наращивании вот этих качеств, если у человека эти качества нарастают, значит, да, он внутри себя ведет духовную работу, без разницы, там, атеист, не атеист, это просто так называется, вот это и называется внутренней работой. А вот эти все слияния со вселенными, космическими существами, прекрасное блаженное состояние, это все абсолютно из другого глобуса. тоже, да, вот со всех сторон вот это вот манит и пьянит с баху сдавак, а как же все эти мистерии, а как же Дионисий и прочие дела. И вот теперь, наконец, простая мыль, с которой я хочу донести, вот ты заходишь в магазин продуктовый, вот хлеб, вот с ребенком, хлеб, молоко, печеньки, и вот, пожалуйста, напитки для взрослых, они так называются напитки. При этом нам всем известно, вот если взять статистику вот криминальную, ДТП и так далее, вот там просто вот это даже не львиная доля, а прям подавляющее, все под алкоголем. Как там муж, тут он зарубил жену за бутылку самогона или там сожительницу, здесь такая-то авария, здесь муж пьяный, жене черпаком руки переломал, ну, эти бесконечные новости. Сейчас уже, я так понял, эти новости не актуальны, их там не все такими интересуются, но это постоянно, это может поинтересоваться вот этой хроникой, сводками. Раньше, по-моему, передача была, говорит, дежурная часть, там, как не включишь, бесконечно такое месиво. или местные газеты, я помню, читаю. Каждый день, какая-то дичь. И зачастую, знаете, могут найтись вот люди, еще постараются это какой-то психологией оправдывать. Я, допустим, иногда рассказываю историю, вот как там, в деревне, неплохой был мужчина, ну, как был он и есть, не знаю, может, лет 40 было, и нормальные у него отношения с матерью были. Но однажды он так нажрался, что задушил собственную мать. И вот ему дали срок, я не знаю, какой там, 5 там или 10 лет, сколько-то. И он уже, вот, мне кажется, года 3 или 4 назад, а может, уже 5, он уже вышел, он уже отсидел. Ну, это в деревне, откуда у меня там родственники, родители родом, из Курской области. И вы знаете, тоже рассказываешь иногда людям такую историю, ну, это у них что-то не то было, знаете. Грубо говоря, видимо, было за что, да. Что-то там мать, видимо, не воспитывала, унижала. И вот, ну, это его не оправдывает, но именно это сыграло роль, что вот, вот он по этому. Где-то она себя не так с ним вела, и вот это накипело в нем, и вот однажды, к сожалению, эта плотина упала. И на первый план выступает вот это. Что-то, да что-то, ну, в общем, что-то у них там в семье не так было. Муж по пьяни черпаком сломал жене руки, что-то там у них не так в семье было. Как-то она себя тоже неправильно вела. И он, не прав, ну, что-то, что-то накипело, что-то там такое было. Не знаю, вот, по-моему, по-моему, как это сказать, выдающееся какое-то понимание психологии людей, да, интуитивное у большинства, так как не поглядишь, ведь элементарный пример, вот иногда, почему вот говорят, да, вот как посеешь зло, пожнешь, ну, еще больше, да, бурю зла. Почему так, к сожалению, в жизни бывает? Потому что, ну, вот есть, допустим, какой-то человек, даже вот взрослый мужчина, и вот неправильно он себя в чем-то ведет, а мы, например, сильнее его, или физически, или мы, ну, как более властны, что ли, его судьба от нас зависит, да, потому что мы по иерархии социальной где-то выше, что-то можем ему сделать, и мы его за его неправильное поведение наказали. Ну, не знаю, он шел, бросил бумажку или окурок, а мы подошли, ему этот окурок, там, забили, например, да, назад в рот. Или там на работе, в коллективе, еще где-то, не важно, полицейский где-то ему хорошо палочкой там угостили, чтобы нормально себя вел, как вариант. И вот понимаете, часто так бывает, это же не все люди такие, но это не разовый случай, что человеку, он, вы знаете, в каком-то смысле как животное, только ему обидно, что его так сильно унизили, обидели. Но поскольку у него нет силы, мощи, власти или еще чего-то дать сдачи, отомстить, вот, еще как-то, да ему это и не нужно, он зачастую настолько туп, что ему это не нужно, ему просто нужно это дальше, словно передать, куда-то слить. И он просто приходит домой и отыгрывается на своих домочадцах, на жене, на детях, в общем, на тех, кто слабее. Если там жена слабее, во всех, что ли, отношениях, на ней отыграется, дети на детях. Ну и, как правило, это может быть, естественно, это и без алкоголя происходит, просто, может быть, не доходит до какой-то формы более агрессивной, рукоприкладства, топоры, ножи и так далее. А под алкоголем это вот так вот выхлестывает. То есть, это не потому, что у него там в семье что-то не так, это потому, что он такой человек, что если его более сильно обидел, он отыгрывается на слабых. И слабыми, как правило, оказывается это его семья. Ну и так далее. И здесь не только, здесь получается, что я часто мужчину, мужчину упоминаю, ну, потому что женщине вообще, по-моему, на мой взгляд, пить вообще нельзя. Им и бросить сложнее. Это просто вот несозданное, да, вот получается, как дискриминация, словно, когда вот так говоришь, женщины и алкоголь не созданы друг для друга. Потому что, может, в каком-то смысле они похожи по природе, да, друг на друга. Но только хорошо, когда трезвая женщина мужчину, да, как-то там, не знаю, опьяняет, например. Или, а еще лучше, как-то украшает, вдохновляет уже, ну, мир вокруг, людей, наше общество, да. Пусть, пусть вот эти, как цветы цветут, аромат, пьянящий такой, ну, приятный в меру, когда именно ты, как чашечка кофе, как чай, ну, никогда ты пошел и литр водки всадил, который продается, напомню, в продуктовом магазине. Ну, вот, и часто на вот это выступает, да, на передний план. Ну, это что-то там не так вот было. Причем тут алкоголь? А я вот пью и нормально. Надо меру знать, вот эти вот мифы о культурной норме, культурной мере и так далее. Понятно, что кого-то физиологически даже не так от алкоголя уносит, как другого человека. И что теперь? Ну, понятно, когда мы ставим на первое место вот индивидуальность, личность, а я хочу иметь право нажраться. Ну, да, да, ты царь и бог, ты важнее общества. Но если, конечно, коллектив на первое место ставить, именно общество, наши интересы как общество, то, ну, зачем вот, нужна ли нам такая рулетка? Я такой простой образ приведу, гротескный, что представьте, что завтрашнего дня в магазинах прям продуктовых будет продаваться порошок, который превращает людей в зомби. Это же много таких фильмов, да, зомбаков. Ну, речь не идет, что это умерли, зомби стали, неважно. Вот просто вот этот порошок, человек его там просто вдыхает и просто превращается в тупое зомби. Он больше не человек. Он вот бегает, может там череп грызть кому-то, убивать, и все. А потом этот порошок, он просто действует какое-то время. Потом действие порошка этого рассеивается волшебного, и человек снова человек. И он не помнит даже, что он творил эти там сколько-то часов. Так вот это и есть алкоголь. И понятно, что у такого порошка будет какая-то доза, ну, а если его совсем немножко нюхнуть, то ты как бы и не зомби. И что, это повод вот в открытую, в продажу, вот всем, вот берите, люди, порошок, который вас превратит в зомби. То есть, ты поехал, муж поехал на корпоратив, да, он сам едет, немножко сегодня культурно выпью, назад вернусь на автобусе, для такси, все будет хорошо. Но как-то так получилось, что ты нажрался, подрался, может быть, случайно, может быть, сознательно убил человека, ну, как сознательно, что у тебя было такое намерение у пьяного. А может быть, просто вы там толкнули друг друга, кто-то погиб, и теперь ты в тюрьме. Замечательно. Замечательная история. Вот и все, вот и вся моя мысль простая. Потому что, знаете, сейчас много есть такие борьбы, борцы за трезвенность, которые чего только не городят. Иногда какой-то доходит до, ну, до антинаучного бреда какого-то. Там уже торсионные поля на мозг влияют, еще что-то. Да зачем? Просто нам, как обществу, нужна вообще такая возможность? Потому что часто говорят, а зачем алкоголь, например, запрещать, да? Я бы, я и табак, против табака то же самое. Это же очень особенно... То есть это вбивайте в гугл женские яйцеклетки, табак, влияние табака и все. Этого, я считаю, достаточно. А табаке даже и говорить незачем. А вот насчет алкоголя, ну, это просто капец. все эти фильмы, ирония судьбы с легким паром, ну, это же просто ад. Просто спаивание населения колоссальное. Ну, я вот не могу понять, часто возмущены люди, такое-то, состояние дороги, там, зарплаты, там, власти, что-то там, коррупция. А тебя не смущает, что мы живем в таком обществе, где это норма? Порошок для зомбаков вот стоит. Вот любой сейчас может прийти, взять литр-два, ужраться и натворить делов. Сесть за руль, поехать. Да, это запрещено. И самое интересное, что потом-то его судить будут. То есть, вот представьте, вы приняли порошок, который превращает вас в зомби, вы не были человеком. Вы натворили дел, порошок отпустил, но вас теперь будут судить за то, что вы сделали в состоянии зомби. Как будто бы это вы. А потому что нельзя официально это признать. Если мы признаем, что нет, это не человек был, это зомби, тогда получается ответственность снимается. Понимаете? И мы признаем, что это миф об этом культурном пятии, что любой может перешагнуть грани, где однажды он потеряет над собой контроль. И замечательно, если кто-то его никогда не теряет, да только при таком населении, у нас тут на планете 7 миллиардов, почти 8 уже, по-моему. И сколько, сколько человек не потеряет контроль, а сколько потеряет? Нам это нужно вообще, такие эксперименты над обществом? Так вот, понимаете, если вдруг вот так на это взглянуть, что да, человек может ужраться до такого состояния зомбака, он просто не понимает, что он делает. Но это же не он. Трезво он бы так не сделал. Вот на самом деле, вот сколько ты там не копай, психология, да он бы так трезво не сделал. У него бы тормоза включились, даже если бы он хотел в гневе на кого-то прыгнуть, что-то. У него бы врубились тормоза, или он бы начав это делать, он поскольку трезвый, до него можно докричаться, крикнуть, что ты делаешь, до него может дойти, совесть пробудиться, может. Так вот, если мы признаем, что действительно это вещество, которое способно обернуть человека в зомби, вот так вот на раз, то за что судить тогда? Ну, человек по пьянину творил это, сел за руль, взбил всех там, в чем он виноват? А потому что тогда и получается, что тогда нужно сухой закон вводить. Потому что, если это вещество запрещено, оно не продается в продуктовом порошок для зомби, а он запрещен. Но ты пошел его купил, ты его принял, может быть, ты себя культурно смог вести, а может быть, ты пошел и кого-то, например, убил. Или избил детей, там, жену, ну, что-то страшное натворил. О чем сам же сто процентов ты же пожалеешь, когда в себя придешь. То все, за это тебя и не судят. Потому что ты в состоянии зомби, смысл тебя судить? Тебя судят за то, что ты приобрел это запрещенное вещество. Логично? Логично. И ответственность такая будет. Купил там бухла, все, там, десятку получил десять лет. Самогонщик сварил. Часто, знаете, такие аргументы, о, да все вернутся, будут гнать самогон. Это все не проблема. Это решаемо, очень быстро. Это зависит от сроков, штрафов и отсутствие взяток. Тогда никаких проблем. В Китае, по-моему, так моментально, ну, может, не во всем или в каком-то там городе решили. Просто сообщаешь координаты, приметы наркодилера любого и получаешь там миллион этой, ну, их там деньги, не знаю, как с нашими все относятся. Ну, а к отличным деньги получаешь. Тут же через приложение тебе прилетает и все. И сами на реки сдадут своих драгдилеров по-быстрому, чтобы приподняться. Моментально исчезла вся проблема в наркомании. В каком-то это было, или в округе так сделали. Ну, это идея понятная. Всегда можно что-то придумать, если сразу подойти. Вот. Ну, вот чем я хотел поделиться основной мыслью. Понятно, что можно ниточку это долго дальше видеть, развивать, что проблема такая серьезная. Но, вот, предлагаю об этом задумываться. Ну, это просто нормально вот такой порошок из зомбаков в продуктовом. Да не важно, что в продуктовом. В любом магазине. Причем, еще знаете, часто, как говорят, ну, да запретишь, еще сильнее тянутся. может быть, ну, вот сейчас у нас героин запрещен в Российской Федерации. Ну, давайте разрешим тогда, по этой логике. Давайте вот тогда и в продуктовый. Прямо будем, как муку, мука, сахар, и вот пакет с герочем. Все нормально. Для хмурых людей, для суровых. А зачем тогда запрещать убийство, изнасилование, если запретный плод сладок? Давайте разрешим. В общем, я честно сказать, иногда не понимаю вот людей, в плане какой-то такой прям детской логики. Когда тебе удобно, ты говоришь, а, так запретный плод сладок. Ну, реально, давайте изнасилование опять разрешим. Может, их меньше станет. Ну, и так далее. Ну, ладно, тут стемнело, ночь похолодала. как-то к концу, получается, знаете, словно бы и грустное видео, потому что я сам, ну, действительно можно ужаснуться, если вот так трезво на все это посмотреть, в каком мире мы живем. Какие там дороги, какая коррупция, очнитесь, да, очнитесь. в продуктовом стоит, вот ты заходишь, вот он, литр этанола. Ну, это подразбавлено, да, не 98, а 40 градусов. И все. Ты его берешь, всасываешь и идешь со своей крошкой, со своей бэйбой молотить детей. Может быть, вы решите обод сделать, да, а может быть, решите ребенка родить, чтобы как раз получить какие-то деньги за него, потом там цыганам его сдать, ребенка продать. И все. Или как-то так и растить, а бы как, так, по пьянке зачатываю. Под сигаретки и алкоголь. Вот. Ну, для меня это, вот, конечно, прям страшная проказа нашего общества. Не берусь сказать, что это прям самая главная проказа и с нее надо начинать. Но это очень важно, на мой взгляд. Вообще, в принципе, как здоровье нации должно становиться вот такая национальная идея, на мой взгляд. Во всех отношениях. Психическое здоровье, физическое здоровье. Потому что какие там споры о каких-то опять властях, там, политических режимах. Очевидно, что государство, которое не заботится о здоровье своего народа, оно не достойно нам вот, ну, я буду говорить только за себя, на мой взгляд, войти в будущее. Такого государства просто нет будущего. Если оно в будущем еще и будет существовать, как и существует текущее государство, ну, это оно просто самоповторяет себя. Это просто повтор прошлого, это не будущее. Что будущее, это все-таки, где нам всем немножко, хотя бы немножко лучше. Тогда это будущее, потому что мы продвинулись вперед на какой-то шаг. А если это все то же самое, только с другого боку, ну, это не рост. Ну вот, тогда, значит, предлагаю устремляться в светлое будущее. Для начала хотя бы думать об этом, потому что то, о чем вы думаете, так или иначе распространяется в ваших семьях, сказывается на тех, кто младше, да, каких-то ваших знакомых, приятелях, там, ну, и так далее. Как-то задуматься об этом. Мне кажется, если взглянуть на вещи трезво, то уже, уже, как говорится, полпроблемы решено. До новых видео.